Мне кажется, из красивой посуды вкуснее еда. Красиво накрыть на стол и вкусно накормить своих родных любит каждая хозяйка. Постоянно баловать близких людей красотой и разнообразием не всегда получается. Но и семьи, где такой праздник каждый день. Первый раз увидела вот такую посуду. Это, в общем-то, народный промысел, к большому счету. Мне очень понравилось. И ее можно использовать каждый день, такую посуду. Вот здесь я представила то, что почти все используется. В запасниках у меня еще есть то, что пока вообще не использовалось ни разу. И даже вот в таких вот упаковочках заводских. На выставке семикаракорской керамики Тамара Бобина представила самые интересные экземпляры своей коллекции. Увлеклась этой посудой еще 20 лет назад. С большим вниманием подходит к сервировке стола. Бережно хранит винтажные фужеры прошлого века. Если, скажем, у меня разобьются фужеры современного хорсталя, мне их не жалко. Их можно купить. А вот то, что хранится уже более полувека, конечно, мне будет жалко. Светлана Плотникова приехала из Ростова-на-Дону по рабочим вопросам. Не ожидала увидеть в библиотеке изделия народного промысла своего родного края. По моему мнению, конечно, аппетит вызывает, поскольку она красивая, бодрая, позитивная и радостная. И с красивой посудой кушать приятно. Нарядные яркие бутербродница, блинница, салатник, молочник, бутылка под масло, чайник. Посуда, которая поднимает настроение и дарит массу положительных эмоций. Народному промыслу из города Семикаракорска Ростовской области всего 50 лет. Так как у нас все всегда вспоминают гжель, хохлому, жостовские подносы. В общем-то, я думаю, что Семикаракорская керамика в этом ряду очень даже будет хорошо смотреться. Полюбоваться диковинными цветами, фруктами, а еще узнать, почему чайник для заварки называется эгоист, можно до конца февраля. Выставка Семикаракорской керамики будет интересна всем хозяйкам и любителям изысканно сервированных застолий. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.